Слезы, синяки и ссадины, страх и постоянный прессинг. Жуткие кадры социальных реклам ежедневно рассказывают нам о случаях, когда жертвами домашнего насилия становятся самые близкие люди – жены, дети, родители. Чаще всего престарелые. Семейные тираны или так называемые юридически бытовые скандалисты, пригубив одну другую рюмку горячительных напитков, почувствовав силу и мощь, стараются выместить на тех, кто слабее – свою боль и обиду за жизнь и неудачи. Однако бороться с домашним насилием, не рассматривая факты его присутствия в обществе, просто невозможно. В этом случае жертве необходимо сделать выбор – молчать и терпеть, или побороть страх и стать свободной и независимой. В целях недопущения домашнего насилия в городе над Богом ежегодно проходит комплекс профилактических мероприятий «Быт», главная цель которых – оградить жертв от их обидчиков, а также научить, а порой и заставить последних вести нормальный образ жизни. С 25 по 29 января 2016 года проводится специальный комплекс мероприятий «Быт». Цель данного мероприятия – это профилактика преступлений и правонарушений, совершаемых в семейно-бытовых отношениях. Значит, за время специального комплекса мероприятий участковыми инспекторами ОВД администрации Ленинского района города Бреста посещено более 200 лиц. В гостях у домашних скандалистов участковые бывают регулярно. Некоторые из них, несмотря на солидный возраст, продолжают дебоширить, особенно приняв на грудь. Анализ криминогенной обстановки в сфере семейно-бытовых отношений показывает, одними из основных негативных факторов, влияющих на уровень преступности, являются злоупотребление спиртными напитками и трудовая незанятость. Как правило, это звенья одной цепи. Попал в дурную компанию, начал пить, выгнали с работы, отвернулись родственники. Так чаще всего бывает. Поэтому столь важна профилактика. Сегодняшний рейд правоохранителей тому подтверждение. Практически по всем адресам, где наша съемочная группа побывала вместе с милиционерами и психологом, плодотворная работа дала свои результаты. И однажды оступившиеся люди стали на путь исправления. Данные мероприятия направлены на недопущение также совершения с их стороны преступлений, которые совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Выносятся официальные предостережения. Кроме того, как мы сегодня посещали граждан, были вынесены им защитные предписания с целью недопущения посещения семьи, то есть близкого родственника и в частности жены. Однако, к сожалению, так бывает не всегда. Например, супруг Валерия Станиславовна, неоднократно отбывавший срок за разного рода преступления, продолжает наносить женщине скандальные визиты, о которых особенно ярко напоминает входная дверь. Теперь она держится только на честном слове. Сегодня Валерия Станиславовна пытается получить развод. Однако, пока так и живет в страхе, ожидая новой выходки буйного супруга. Один раз на себя вызывала, один раз я вызывала. Пришла утром на суд, судья говорит, 15 суток, либо участковый пускай его назад в ЛТП возвращает. Если же, по-моему, два предупреждения у него уже есть, третий. Что мне 15 суток? А на 16 он придет, будет опять здесь козлячить. Вы же сами понимаете, что это люди, они непредсказуемые. А руку на вас поднимают? Да. Да. Понимал. Я не заявляла, я никуда не звонила, никому не объясняла ничего. Как в больницу обратила, я сам. То, что за преступлением следует наказание, уже успел оценить один из домашних скандалистов. Сегодня вон в изоляторе временного содержания. Правда, в беседе с нашей съемочной группой он признался, что уже успел раскаяться за содеянные. Ведь кроме мамы, с которой он так бурно выяснял отношения, у него никого нет. Чувствуете вообще перед матерью вину за то, что... Или считаете все-таки, что она виновата? Чувствую, конечно. Конечно, конечно, чувствую. Конечно. Какая бы ни была эта мать на тебя родила. Мне просто, чтобы помирюсь, чтобы я чисто буду приходить трезвый. Извинюсь, она меня простит. Обязуетесь больше не скандалить. Обязуешь. Перед камерой обязую, даже говорю. Проблема домашнего насилия – это не проблема одного человека. Это проблема общества. Для предотвращения самого факта насилия важно изменить менталитет людей. Создать условия, при которых любое попирание прав, в том числе и семьи, недопустимо. И осуждается обществом. Ведь иногда под маской счастья и благополучия скрываются слезы и скандалы, обиды и упреки. И только от нас зависит, каким будет завтра.